Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о книге пророка Аввакума. Обратимся к ее первой главе. Пророк Аввакум жил в самом конце VI века до Рождества Христова. Насколько можно судить, его служение приходится на царствование царя Иуси где-то после 630-625 года до Рождества Христова и, вероятно, служение пророка Аввакума заканчивается где-нибудь примерно году в 605-м через несколько лет после гибели благочестивого царя и праведного царя Иосии. Вот, таким образом, самая последняя четверть VI столетия до Рождества Христова. Время бурных изменений в жизни и политических, геополитических на Ближнем Востоке, потому что это время, когда Ассирия пала под ударами Вавилонин и Набополосар, а потом его родственник Навуходоносар, постепенно распространяют свою власть и свое завоевание на Ближний Восток. Вот этот новый народ Халдеи возникает в Междуречке и сметает на своем пути один за другим народы и царства, в первую очередь мощную, сильную Ассирию, которая еще незадолго до этого была единственной сверхдержавой Ближнего Востока. Ну и вместе с тем в жизни Израиля меняются некоторые важные вещи, потому что это то время, когда священники Иерусалимского храма во время ремонта нашли где-то там в стене замурованный текст второзакония и принесли его царю Иосии, по крайней мере, так об этом рассказывают они сами, в истории, в исторических записях. Да, вот принесли они этот самый текст о законе царю, и царь Иосия на основании этого текста начинает религиозную реформу, освобождается от языческих богов, которым поклонялись его предки, ну и пытается все-таки действительно вот закон Бога сделать законом жизни Израиля. Это фон, религиозный, исторический, военный, политический фон для служения пророкам-вакуумам. Но надо сказать, что сам пророк, человек вполне уникальный. Его образ мыслей, его чувства, восприятие жизни очень не похоже на множество других людей. Скорее, я бы сказал, что восприятие жизни пророка-вакуума близко к тому, что будет характерно для автора книги Иова через пару столетий после аввакуума. Вот в этой обстановке, где все меняется, где царь пытается научить свой город, свой народ поклонение единому Богу. Вокруг возникает эта самая халдейская мощь, все сметающее на своем пути. Вот посреди всего этого аввакуум задается вопросом о смысле праведности, о смысле страдания, о том, почему Бог терпит эту злобу. Причем в речах пророка-вакуума то, вроде бы понятно, речь идет о халдеях, которые завоевывают, разрушают, грабят, угнетают, порабощают. Но, с другой стороны, точно так же это может быть отнесено вообще без всякой оглядки на халдеев к любому человеку. Вот, доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопить к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Пророк воспринимает Бога как того, кому он орет, а Бог не слышит. И согласитесь, что очень и очень часто в любой человеческой жизни кажется, что это вот так. Мы взываем к Богу, а Бог не слышит. Мы требуем справедливости, вопим о насилии, которое необходимо прекратить. Но мы же знаем, что Бог не совместим с насилием. Почему же оно торжествует? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Говорит Аввакум. Вот глаза бы мои на это не смотрели. И он говорит, что ведь и твоим очам не свойственно смотреть на злое. Аввакум говорит, грабительство и насилие передо мной. Восстает вражда, поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда праведного нет. Если предыдущие слова там про насилие, о котором Аввакум вопит к Богу, можно отнести к Вавилонинам, халдеям, то вот эти, закон потерявший силу, вражда и отсутствие правильного суда, и нечестивый одолевает праведного, и суд происходит превратный. Это, как вы понимаете, относится исключительно к внутренней жизни народа Божьего. Превратный суд, нечестивый одолевает праведного, нет правосудия, закон потерял силу. Ну, вот это то, что не может существовать перед глазами Божьими. Аввакум это знает. Но почему-то оно существует. Почему-то оно существует. Вот этот весь вопрос Аввакума, первые четыре стиха, вопрос к Богу. Как так может быть? Вот эти нечестивые халдеи, которые сеют насилие и заливают в очередной раз землю кровью. Вот эти местные здешние кровопийцы и неправедные судьи и беззаконники. Вот что все это значит? Где правда Божья? Почему ты это терпишь? Потому что, ну, как бы ведь в этой культуре принято считать Бога единственным действующим лицом истории. И если в истории происходит что-то плохое, значит, Бог должен это исправить. Тех, кто плохо себя ведет, должны получить по голове. А те, кто хорошо себя ведет, должны получить по конфетке. И Аввакум понимает, что это слишком примитивно. Что в жизни все не так, все сложнее. И вот он спрашивает Бога, а как? А где справедливость? И дальше с пятого стиха начинаются слова, которые являются ответом Бога. Ответом, скорее, все же на вопрос о внутреннем насилии, неправде, беззаконии в иудейской державе. Потому что Бог говорит именно об этом. О том, что да, судьи выносят неправедные приговоры, грабят и сажают невиновных. Да, те, кто должны были быть силой закона, обращают в закон в силу ради собственной выгоды, поднимаются раздоры, восстает вражда, и нечестивый одолевает праведника. Все это вот так, говорит Бог. Ну вот теперь посмотрите, вы сильно удивитесь, я сделаю нечто такое, что поразит вас. Подниму халдеев. Бог говорит о Вакуме о том, что он действует не только в истории этого избранного народа, но халдеи тоже будут орудием гнева Божьего. Новохудоносор II, юный еще в то время, когда Вакум произносит эти слова, еще пока только один из военачальников Вавилона, вот этот Новохудоносор II, страшен и грозен, весь идет народ халдейский для грабежа над царями, издевается, надмивается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его, Бог его. Вот поэтически Вакум формулирует эту мысль Божью, что вот восстает этот народ, который поклоняется только своей силе, для которого нет правды, нет правосудия, нет добра и зла, есть только сила. Вот этот народ восстает и несет разорение, несет катастрофу. И это и есть ответ Бога, странный ответ. Едва ли это можно считать ответом на вопрос Аввакума. И поэтому, кстати, сказать Аввакум и не сдается, и продолжает вопрошать, потому что он спрашивал, как так может быть, что тебе жалуются на насилие, и ничего не происходит, и ты ничего не делаешь. Бог говорит, делаю. Вот идет разоритель, народ, поклоняющийся только своей силе. Что это изменит? Аввакум-то полагает, что этот самый народ-разоритель будет прицельно уничтожать плохих? А ответ Божий выглядит иначе. И вот смотрите, начиная с 12 стиха, снова Аввакум задает Богу вопрос и говорит, ну, Господи, ну так же не может быть? Ты, Господь, Бог мой, святый Израилев, мы не умрем. Ты, Господи, ведь попустил этих халдеев только для суда, для наказания, а не для того, чтобы они нас уничтожили. То есть Аввакум всерьез воспринял откровение Божье о том, что этот необузданный, подобный стихийному бедствию, народ, поклоняющийся своей силе, он идет только для наказания, а не для того, чтобы всех уничтожить. И дальше, говоря о Боге, который скала Израиля, Аввакум говорит потрясающе важные слова в 13 стихе 1 главы. Он говорит, чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения ты не можешь. Аввакум откуда-то знает, что Бог не приемлет злодеяний, не терпит их, они для него недопустимы, он не может примириться с этими злодеяниями. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния. Важное, очень поэтичное утверждение, абсолютно справедливое о Господе Боге нашим. И Аввакум спрашивает, тогда почему ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь? Почему тогда, когда Аввакум ожидает ответа, Бог молчит? Почему ты оставляешь людей, как рыбу в море, так что их выуживают удочкой? Почему этот народ приносит жертвы сети и кадит неводу? Почему тогда, если ты праведен, если ты не терпишь зла, не делаешь зла, не переносишь зла, почему ты молча смотришь на то, как люди делают зло вот прямо в сегодняшней жизни? Почему? На самом деле Бог не дает на это ответа. И ответ, который он все-таки Аввакуму даст в следующей главе, совсем не тот, который Аввакум ожидает. Но пока Аввакум вот в предельной ясности, знаете, я бы сказал, на грани богохульства, на грани возмущения формулирует этот вопрос. Для чего ты смотришь на злодеев и безмолвствую? Что ты молчишь? Происходит ужас. Что ты молчишь? И больше того, Аввакум залезает на башню, об этом говорится в первом стихе второй главы. Я встал на страже моей здесь на башне, и я с нее не сойду, пока не получу ответ. На стражу мою встал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. Я не сойду с этой стражи на башне, пока ты мне не ответишь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok